Добрый вечер. Спасибо, кто присоединился. У нас с вами сегодня такой небольшой, короткий минут на 30 семинар. Поговорим о метриках, которые могут характеризовать работу офиса управления проектами. Вот такая у нас тема. С вами будет сегодня, с кем не знакомы, коротко представлюсь. Меня зовут Данил, я в проектной сфере, в портфелях, в IT-менеджменте, в общем, уже достаточно давно, уже, наверное, даже там ближе к 30 годам. Действительно, там есть опыт выстраивания, в том числе в некоторых из перечисленных структур. Не во всех, конечно, не во всех, во всех это было бы слишком хорошо. Опыт консультаций по созданию проектного офиса, в частности, в том же «Сименс Телекоме», довольно давно, лет 5 назад в «Пепсико» в российском. Сейчас вообще тема проектных офисов очень активно развивается. Тема, конечно, практически безразмерная. В прошлый год, вот ровно год назад, очень хороший вышел ГОСТ на как раз эту тематику. Ну, мы, естественно, в том числе и в обучении стараемся подхватить и свой опыт, и вот ГОСТ, и очень активно развиваются международные стандарты. Ну, давайте об этом с вами и поговорим, как будем строить. Ну, кто уже участвовал в наших подобных мероприятиях, наверное, знают. Давайте так традиционно я рассказываю, потом обязательно, конечно, отвечу на вопросы. Вот, если вы обратили внимание, у нас тут доступен чат, все, то есть, можете вопросы писать, когда будет у нас там сессия вопросов-ответов, я, соответственно, готов, в общем, и слово предоставить. Микрофончиками вы можете сами управлять, пока у нас идет рассказ, я попрошу, все-таки, ну, там, звуки сами контролируйте, я не знаю, кто-то может из тихой обстановки, кто-то может из рабочей шумной, сами контролируйте. Вот. Ну, сначала, все-таки, цели для чего создается Project Management Office, офис управления проектами, зачем это вообще нужно, да? Такие вопросы, на самом деле, всегда надо задаваться, это же лишняя управленческая структура, на самом деле. Ну, лишняя, может, слишком жестко, разно. Еще одна управленческая структура. А любая управленческая структура, она, естественно, еще усложняет, создает нагрузку ресурсную, создает нагрузку согласований каких-то, своего участия и так далее. Да, поэтому, вот, всегда такой вопрос, а зачем, в каком случае, вот те самые выгоды от создания проектного офиса будут в явном виде превалировать, преобладать над, вот, какими-то теми дополнительными издержками. Когда имеет смысл проектный офис создавать? Ну, вот, красивый рисунок, который сейчас там часто распространяют. Если проектная деятельность начинает играть достаточно серьезную, значимую роль в деятельности организации, например, идет достаточно большое количество проектов по развитию. Организационным реорганизациям, подготовке новой продукции, каким-то преобразованием, выходу на новые рынки. Если эта деятельность становится регулярной, даже в операционной организации, такой, как банк, например, или такой, как торговая какая-то сеть, то тогда действительно имеет смысл задуматься о создании офиса управления проектами. Для чего? Проектный офис может решать различные задачи, различные функции, ну, в частности, да, если мы немножечко вспомним, это может быть минимальная методологическая функция. Ну, действительно, помочь с методологией, чтобы проекты велись как-то более-менее типизированно, совершалось меньшее количество ошибок, проще был переход сотрудников из одного проекта в другой, особенно если деятельность операционная, сотрудники вообще мало подготовлены к проектной деятельности. Может быть и более высокий уровень PMO, принятие решений, может быть тоже очень хороший вариант. Если решения принимают, что значит принятие решений? Это остановка приоритетов, это выделение ресурсов, это контроль исполнения этих решений, это контроль соблюдения, в том числе методологии, другой уровень, тоже хорошо. Какие задачи PMO тогда будет решать? На верхнем уровне, в методологии, которая представлена Институтом проектного управления, ну, PMO, знаете, естественно, это методология называется OPM-3, может быть слышали, Organizational Project Management Maturity Model, модель организационной зрелости проектного управления на предприятии. Так вот, там выделяют шесть основных таких верхнеуровневых типов задач, решаемых PMO, это обеспечение прозрачности, то есть проектная деятельность должна быть понятна. Кому? Самим участникам проектных команд, руководителям более высокого уровня программы, портфели, ну, и предприятия в целом. Справедливость, да, хорошее слово. Что означает справедливость? Справедливость как раз в распределении ресурсов. Это очень тесно связано, на самом деле, с прозрачностью, то есть обеспечить понимание, почему именно такие приоритеты, почему именно такие приняты ресурсные решения, то есть минимизировать конфликтность, за счет этого обеспечить и прозрачности, и справедливости обеспечить разгрузку руководителей портфелей, руководителей программ, руководителей более старшего звена, то есть, просто говоря, не заставлять их решать конфликты, не управлять вот в этом пресловутом ручном режиме, когда всегда масса всевозможных ошибок возникает, а дать возможность руководителям более высокого звена сосредоточиться на их основных задачах, стратегических, на планировании, на работе на рынке и так далее. То есть, это и разгрузка, а как следствие повышение управляемости. Самообучение, ну, собственно, это начиная с самого, да, действительно, минимального вот такого методологического уровня, чтобы, начиная с рядовых сотрудников проектных команд и далее все, кто вовлечен в проектную деятельность, могли получить доступ к лучшим внутренним практикам, потому что, конечно, мы во время таких семинаров, курсов, мы рассказываем о лучших практиках, мы делимся опытом, но это чужой опыт. Лучшие практики какие? Очень обобщенные, ну, хорошо, окей, тот же PMBOK, да, это обобщение там на весь мир. Естественно, хорошая практика, которая нарабатывает сильно конкретно у себя внутри компании, исходя из отрасли, исходя из каких-то приоритетов своей компании, должна остаться общедоступной и отделить лучшие практики, формализовать их в документах, в инструкциях, в каких-то, может быть, там, не знаю, обучающих роликах, да, любым способом. Это тоже задача PMO. Ну, и, наконец, если мы говорим о приоритизации, о повышении управляемости, то и вознаграждение, да, безусловно, тоже, для, особенно, офисов проектных, которые выполняют управляющую функцию. Ну, и вот давайте посмотрим, какими критериями и метриками можно измерить вот эти аспекты. Когда актуально внедрять PMO с точки зрения прозрачности? Три основных метрики. Как их получить? Опросы. Честные опросы. Как считают вовлеченные в проектную деятельность люди? Если информация не целостная, то есть где-то кто-то что-то слышал, регулярные возникают экстренные ситуации, регулярно возникают вот те самые режимы ручного управления, когда приходится эскалировать ситуацию куда-то наверх руководству портфеля, руководству компаний, это значит, что в проектной деятельности не хватает прозрачности. Это может быть одним из побудительных мотивов внедрения офиса проектного управления. Соответственно, а как понять, что PMO в этой части добивается своих результатов? Лицопринимающие решения получают необходимую им информацию своевременно и в полном объеме, то есть целостную. Да, это метрика высокого уровня, это то, что называется фактор успеха. Как можно разложить, декомпозировать этот фактор успеха, чтобы можно было измерить? Опять-таки опросы. Количество экстренных ситуаций, требовавших вмешательства, динамика, снижается ли она? Качество принятия решений, количество управленческих ошибок. Если оно снижается, значит прозрачность повышается, как косвенный индикатор. Более детальные индикаторы ведется учет ресурсов и сроков. То есть, да, существует, не знаю, например, тот же Project Server или Bitrix 24, консолидированные ресурсы, которые как раз-таки позволяют получить информацию о том, как распределены ресурсы по проектам, сколько они там заняты. Снижение длительности конфликтности при принятии решений. Тоже это отчасти метрика, которую можно получить путем субъективных опросов, частично путем анализа, например, занятости рабочего времени тех самых людей, принимающих решения. Следующий аспект – управляемость. Какие критерии нам будут говорить о актуальности того, чтобы проектный офис занялся этим аспектом? Стихийное субъективное принятие решений, собственно, длится как раз в предыдущем путем. Длительные сроки принятия решений. Как раз оценить, сколько принимается решений. В хороших управленческих ситуациях решение может занимать час-два часа. Кстати, может быть, знаете, есть такие мероприятия, различные там, ПМ-клубы. На одном из таких мы буквально недели, меньше недели назад обсуждали. Коллеги из одной из компаний привозили пример с использованием автоматизации, что длительность принятия управленческого решения на уровне генерального директора компании снизилась в постановке проблемы до принятия решения до одного часа, благодаря чему используем очень активных средств автоматизации. Но средства автоматизации – это ведь следствие, а предшествует их внедрению как раз формализация рабочих процессов, определение того, что автоматизировать, какая собирается информация, как она структурируется, как она анализируется, ну, в том конкретном случае, вплоть до применения средств машинного обучения. А, соответственно, затягивание принятия решения, почему же критерии выполнения размыт, потому что области ответственности не определены. И вот как раз ПМО в этом может очень хорошо помочь, часть принятия решений взять на себя, помочь с методологией, соответственно, метриками. Успешности повышения управляемости будут являться, например, это очень хорошая формальная метрика. Доля проектов, которые согласованы, доля проектов, которые реализованы, доля проектов, для которых проведены процедуры закрытия в соответствии с принятой методологией. То есть это не ручные управленческие решения, это вот не то, что там кто-то сходил и своим авторитетом или громким голосом у первого лица компании чего-то добился, решения принимались на основе методологии. То же самое. Регулярно проводятся, например, проектные комитеты или какие-то иные коллегиальные, которые в компаниях существуют, органы, которые принимают решения по открытию проекта, по внесению каких-то крупных изменений, по изменению приоритизации и так далее. То, что сами изменения реализуются в соответствии с регламентом, а не с голосом. То есть, опять-таки, вычленить, например, долю изменений, которые были реализованы с голосом. Ну и, как следствие, в соответствии прогнозов фактическому исполнению проекта. Следующий аспект. Справедливость. Когда актуально вмешиваться в проектном офисе? Есть ли выделение ресурсов субъективно, о чем уже, собственно, несколько раз сказал. Есть ли не проводятся оценки до и после? Что значит оценки до и после? Ведь по-хорошему, любой проект, когда запускается, вначале должен формироваться бизнес-кейс, и, соответственно, оцениваться текущая ситуация. Ведь проект – это средство достижения каких-то целей, решения каких-то проблем и так далее. Множественные исключения при принятии решений прошлись по регламенту, а потом кто-то, опять же, договорился с руководителем. Если проектный офис контролирует ситуацию, опять же, контролирует исполнение процедур, помогает в проведении вот этих оценок до и после, помогает руководителям компании в принятии решений, или как можно оценить успешность. Доля проектов с заранее выставленными приоритетами. Доля проектов, которые были реализованы без вот таких оценок до и после, или попали в портфель, не соответствуя критериям отбора, а по субъективному принципу. Если спонсор сумел как-то зайти к директору или к членам проектного комитета, если доля таких проектов снижается, это как раз, ну, очевидно, критерий успешности, критерий успешности реализации проектным офисом своих функций. Разгрузка, разгрузка, еще раз почитаю, у кого лиц, принимающих решения, портфельных управляющих, старшего менеджмента, опять-таки, критерий актуальности внедрения. Наверняка ведь многие из вас сталкивались с такой ситуацией, когда человек старшего управления, не скажет, отстаньте, нет у меня на вас времени. Сделайте как-нибудь, и вот это все идет, сроки принятия решений затягиваются, и никто не хочет потом брать на себя ответственность и так далее. Чем может помочь PMO? Опять-таки, методология, контроль исполнения, взять на себя часть функций по приоритизации, располнению ресурсов. Здесь очень важна субъективная метрика, удовлетворенность принимающих решения проектной деятельности. Их цели высокоуровневые достигаются без какого-то ежедневного мелочного вмешательства. Процессное управление соблюдается в целом. Это не значит, что это какое-то костное, бюрократическое, нет, но есть некие общие правила. Лиспринимающие решения высвобождаются от несвойственных им обязанностей, какого-то микроменеджмента. Самосовершенствование, то же самое, повторяющиеся ошибки, количество повторяющихся ошибок, ущерб от этих повторяющихся ошибок. Это точки для входа проектного офиса. Помочь. Как помочь? Тут, наверное, ответ на один из наиболее очевидных. Внедрить базу знаний. Ввести процедуры, те, что у нас хорошо известны, как выученные уроки, какой-то обмен опытом, подведение итогов по проектам, подведение итогов по отдельным этапам, наличие процедур быстрого обучения персонала. Соответственно, тогда стоимость повторных ошибок уменьшается за очередные периоды. Ну, понятно, что стоимость дублирующих работ, это, естественно, частный случай, снижение стоимости. Сотрудники быстрее входят в курс дела, то есть их простой фактически уменьшается. И контролировать, насколько используются лучшие внутренние практики. Вознаграждение. Почему здесь точка, одна из основных точек входа, это, ну, их две, собственно, игнорирование проекта, перекладывание ответственности. Это, в общем, следствие, наверное, негативного климата в коллективе, довольно очевидно. Ну, почему любой нормальный человек не занимается? Потому что ему это невыгодно, непонятно. Он в этом видит только проблемы, не видит для себя пользы, соответственно, ну, и не хочет заниматься. Как эти критерии поймать? Количество отказов от участия в проектах, затягивание выполнения проектных задач, опять же, субъективные опросы. Соответственно, как оценить, что ПМО сыграл свою роль? Доля запросов, решаемых без эскалации к менеджменту. Наличие существующих, и не просто существующих, а действующих процедур, реально действующих процедур признания заслуг в любой форме. Мотивация – это, ну, понятно, своя отдельная огромная тема. Мы ее сейчас в рамках нашего семинара, конечно, не будем касаться. Это и финансовая мотивация, и нефинансовая, и графикация, и геймификация, и карьерный рост. Любые аспекты мотивации. Если это действует, значит, ПМО в этой части хорошо свою функцию выполняет. Ну, вот, собственно, мы как раз говорим о том, что существуют разные виды проектных офисов, которые, соответственно, могут выполнять разные наборы функций. И гартнеровская модель показывает пять основных уровней зрелости. То есть, если мы уже оценим сам проектный офис с точки зрения уровня зрелости. Первый уровень зрелости – так называемая сообщество практиков, да, community of practice. Что значит сообщество практиков? То есть, ну, это некая площадка, клуб тот же самый, где проектные менеджеры, методологи, какие-то другие люди, задействованные в проектах, обмениваются опытом. То есть, это слабо формализованное что-то. Ну, хорошо хотя бы, что хоть такое есть. Постепенно это может вырасти как раз вот в то, что называется поддерживающий проектный офис. То есть, когда проектный офис фактически выполняет функции, ну, такого помощника-методолога, не просто обменивается лучшими практиками, но обобщает их, формализует, соответственно, появляется какой-то репозитарий, хранилище, база знаний, куда можно обратиться. Но они не являются обязательными для исполнения. Это только помощь, как справочная. Централизованный проектный офис, их на самом деле много, это такое достаточно общее наименование. Под этим понимается, что проектный офис уже обладает определенными формальными самопроцедурами. Его деятельность структурирована, и у него уже на переходе к следующему уровню зрелости могут появляться контрольные функции. Офис управления проектами уровня предприятия, то есть это уже структура уровня предприятия, значит, она как минимум обладает контрольными функциями, и постепенно, ну, как раз это промежуточное, между четвертым и пятым уровнем, может переходить к обеспечению способностей. Ну, capability – это такой в менеджменте, если не сталкивались с достаточно устоявшейся темной, хотя он на русский так не очень хорошо переводится, ну, что такое способность, да. Способность – под этим термином понимается совокупность факторов, которые способствуют деятельности, то есть наличие ресурсов, их мощность, их квалификация, если это трудовые ресурсы, обеспечение взаимодействия между ними, то есть это уже распределение ресурсов проектом, например, в соответствии с приоритетами. И, наконец, высшая ступень зрелости – это стратегический исполнительный офис, ну, фактически это уже стратегический уровень управления с принятием решений на основе стратегии компании. Ну, и вот какими метриками можно характеризовать зрелость офиса управления проектом? Маленькое отступление, естественно, ну, невозможно говорить о том, что одна метрика что-то характеризует, да, мы тоже наверняка все так или иначе хотя бы слышали такое понятие, как сбалансированная система показателей, естественно, только набор метрик, которому сложно приспособиться, подогнать, дает более-менее объективную картину. Поэтому из вот этого общего перечня, ну, каждая организация на каждом уровне зрелости собирает свой набор сбалансированных метрик. Из какого набора? Ну, вот доля сертифицированных менеджеров проекта. Я не преувеличиваю значение этой метрики, это давно прошедший спор, конечно, опытный специалист – это гораздо важнее, чем сертифицированный, но, тем не менее, чем полезна сертификация? И на эту тему в сообществе тоже уже давно есть консенсус. Сертификация полезна не как медалька, которую себе специалист повесил, а когда человек готовится к сертификации, он очень хорошо структурирует свой опыт, как бы раскладывает его у себя в голове по полочкам. И это очень помогает. А для проектного офиса вот такая структуризация – это на самом деле очень важно. Насколько правильно приоритеты ресурсов связаны с приоритетами проекта? Проект – это тоже важная метод. Доля программ, проектов, портфелев, которые управляются через единую информационную систему, то есть вот та самая прозрачность, возможность обеспечения целевого взгляда, комплексного взгляда на ситуацию. Доля проектов, в которых реализовано вознаграждение за результат, вот как раз мы об этом говорили. Доля проектов, которые используют расчеты выгоды, то есть не просто реализуют поставленные задачи, но ориентированы на бизнес выгоды. Оценка по какой-нибудь ранжированной шкале значимости клиентских проектов, то есть это тоже косвенно характеристика корректности приоритизации. Доля проектов, успешных по исполнению бюджета или неуспешных, стоимости сдержек, доля успешных, неуспешных проектов с точки зрения планов, соответствия срокам. Вот, наверное, основные метрики. Критерии оценки спонсора проекта. Достижение бизнес-цели и результатов. Как мы знаем, именно спонсор по-хорошему должен отвечать за формирование бизнес-кейса, согласование устава, соответственно, за обеспечение инвестиций, соответственно, достижение бизнес-цели. И вторая задача спонсора, это что у нас? Скорость решения проблем у проектов или у программ. А что значит скорость? Человек не бегает, значит, до него доносится своевременная информация. Эта информация доносится прозрачно. Он может по ней принять решение и со своего уровня оказать поддержку проекту. Субъективные критерии. Здесь очень интересно. Посмотрите, оценка со стороны менеджеров проектов, то есть опросники менеджеров проектов, насколько спонсоры им помогают. И это, конечно, не оценка спонсоров, но это косвенно и оценка в том числе работы проектного офиса, что есть соответствующие регламенты. Проектный офис помогает спонсорам, готовит им информацию, обеспечивает соответствующими инструментами автоматизации, чтобы это было удобно делать. Как доп. критерий, собственно, вы видите, это минимизация конфликтов, ресурсов, минимизация ошибок финансового планирования. Критерии оценки менеджера проекта, опять-таки достижение целей проекта, основные сроки, бюджет, соблюдение методологии. И тоже видите, такой своего рода оценка, ну, не совсем 360 градусов, но как-то в эту сторону. Оценка со стороны спонсора менеджера проекта, оценка функциональных руководителей. Причем здесь проектный офис? Проектный офис как образовательный элемент подготовки менеджера проектов, но и проектный офис как инструментарий, который помогает функциональным руководителям, потому что они владельцы ресурсов, как раз оценки функционального теперь руководителя, то, что в проекты выделяются правильные люди. Я понимаю, что, тем более здесь в кавычке взято слово «правильный» термин такой слабо оценив. Что значит «правильный»? По квалификации, по времени, по готовности человека работать в проекте. Мы все прекрасно знаем, по складу характера некоторые люди более склонны к такой инициативной проектной деятельности, кто-то более склонен к более такой размеренной, операционной. Это тоже может играть существенную роль. Выделение лидеров, вот как раз, помощь в ресурсном планировании, умение распределить ресурсы. Да, естественно, конфликты между операционной и проектной деятельностью всегда возможны. И, соответственно, одна из задач проектного офиса также помочь в их разрешении за счет установления приоритетов, за счет установления процедур, за счет процедур планирования, помощи в планировании. Соответственно, это критерии оценки работы не только функционального, получается, руководителя, но и посленно тоже проектного офиса. Вот такой пример, как эти метрики можно собрать. Классический сбор по табличной и с планированием введения в действие. Никогда не использовались, планируем использовать, используем, активно помогает. Классическая светофорная шкала, что, в общем, всегда достаточно удобно понять, где мы есть сейчас, что у нас в работе, где у нас какие-то сложности, или мы еще не приступали к какой-то области контроля работы проектного офиса. Ну и, собственно, классический квадрант принятия решений высокоприоритетный, там, где высокая ценность и нужно приложить мало усилий. То, с чего начать первые шаги. Средний приоритет, высокая ценность, но требует больших усилий, то есть, соответственно, потребует какого-то определенного времени внедрения этих метрик. Ну, если говорить предметно, зачастую это метрики как раз те самые субъективные, потому что, ну, действительно, в разных методологиях, не только в проектах, обычно присутствуют рекомендации, что переходить к субъективным метрикам имеет смысл тогда, когда, ну, какие-то формально измеряемые уже более-менее отлажены, иначе субъективные будут, ну, совсем уж субъективные. Низкий приоритет. Малая ценность, но и малые усилия, какие-то вспомогательные метрики. Ну, большие усилия, малая ценность, наверное, то, что внедрять вообще не стоит. Вот, собственно, такой базовый подход к системе построения метрик, которые могут оценить роль проектного офиса, направление его развития, последовательность развития проектного офиса, ну, и в конечном итоге ценность проектного офиса для компании. В целом же, ну, если говорить о построении проектного офиса, как это все выстраивать, мы об этом говорим на курсе, вот, как раз через две недели будет ближайшая очная группа, а вообще они в таком открытом формате идут достаточно регулярно, поэтому, если ваша организация уже, как бы, так сказать, дозрела до необходимости создания проектного офиса или есть какие-то потребности в совершенствовании, то давайте подходите, обсудим. Ну, в общем-то, мы на самом деле на курсе рассматриваем действительно такой сквозной полный спектр вопросов, связанных с построением проектного офиса. Естественно, вот эти метрики, подход, роль проектного офиса в различных компаниях, потому что, ну, конечно, название одно, но есть компании производственные, есть компании процессно ориентированные, есть проектно ориентированные, проектные, опять же, классические или больше на гибкие методологии. PMO везде нужен, но, естественно, роль его, способы построения отличаются, поэтому, естественно, поговорим и о задачах корпоративной системы управления проектами, и о реализации проекта по развитию самого проектного офиса. Какие сейчас у вас есть вопросы, пожалуйста, я, как и обещал, готов перейти к сессии вопросов-ответов, вот, пока списки здесь не вижу. Если готовы, пожалуйста, можете в чате, можете включать микрофончик, ну, и, собственно, параллельно контакты, можете задавать вопросы, писать, связываться со мной или с моими коллегами. Вот, коллеги, спасибо за участие, тогда жду ваших вопросов, ну, лично буду тоже рад увидеться. Субтитры сделал DimaTorzok